А вам известно такое чувство? Когда спали, вроде бы неплохо, просыпаетесь и, как говорится, как разбитая корыта, голова болит, и как будто ты не отдыхал, а разгружал, как говорится, всю ночь вагоны. На такие симптомы я пожаловаюсь своему новому врачу ухо-горло-нос. Он, по-моему, лором называется, если я не ошибаюсь. Поправьте меня в комментариях. И врач сделал такой вывод, что мне нужно одну ночь поспать с одним таким аппаратом, очень интересным. Можно ли вообще с этими аппаратами спать? Это, конечно, другой вопрос. Как-то вперед у меня уже этот аппарат тоже приписывали. Я с ним одну ночь не могу сказать, что спала там, просто, ну, с ним просто невозможно спать, потому что там все ремни, все это мешает. И, в общем, дошло до того, что мне надо было, меня должны были отправить, по-немецки это называется, шлаф-лабо, как досконально перейти по-русски? Ну, в лабораторию, в лабораторию, в которой нужно было провести две ночи. То есть днем ты можешь уезжать домой, если, конечно, это близко, но это было от нас километров 60 где-то от нас. А ночью ты приезжаешь опять, ну, вечером приезжаешь в лабораторию и спишь там. То есть там все у них специально предназначено, чтобы проверить твой сон, как ты спишь. Симптомы могут быть разные. Я вот подписала бумагу, которую я сейчас везу тоже с собой. Ну, как бы не подписала, я подписала бумагу, то есть сегодня в 11 часов мне нужно забрать этот аппарат. Подключу я его перед тем, как пойду спать. И мне нужно было подписать такую бумагу. Если я сегодня вовремя его не заберу, этот аппарат, мне нужно будет заплатить сумму 35, по-моему, евро, если я не ошибаюсь, или 39. То есть не явлюсь я вовремя, мне нужно будет заплатить эту сумму, потому что, видать, частенько были случаи, когда люди, то есть, должны были забрать этот аппарат, они просто передумали и не приезжали. Есть возможность отказаться от этой записи не менее 24 часов. Либо передвинуть, либо отказаться, никто никого не принуждает. Это все делается по желанию. Вот. И, в общем, я решила еще раз. А, в тот момент, значит, когда в тот раз меня тоже посылали в эту лабораторию, вдруг мне пришло письмо, что они не посчитали нужным посылать меня, значит, в эту лабораторию. Ну, все тогда этим все, в принципе, и закончилось. Причины исследования вот этим вот аппаратом, либо, как сказать, причины контроля вот этим вот аппаратом, или как правильно выразиться, могут быть разные. Вот я читала в бумаге, если человек храпит, если у человека плохо дышит нос, либо он принимает какие-то таблетки, либо у него бессонница, либо там курит, выпивает. То есть там очень много разных вариантов есть. То, что касается меня, конечно, храплю ли я, я сама, как бы сложно мне сказать, храплю ли я, потому что я сама себя не слышу, да, как для любой другой человек. Кто-то храпит, лежа просто на спине, кто-то храпит всегда, кто-то храпит, потому что у него, как бы, ну, недостаточно он получает воздуха в связи с тем, допустим, что он крепко курит. Допустим, я знаю, некоторые женщины знают, не обязательно это может быть мужчина, они очень тяжело дышат, это чувствуются, но все равно они не прекращают курить. Я не курю, как бы, мне эта тема незнакома. В моем случае я даже, если честно сказать, когда заполняла эту бумагу, я даже не знаю, что, где поставить крестик. То есть, понятно, я, ну, допустим, курите, нет, пьете, нет, употребляете там, какие-то вещества, нет, там есть у вас какие-то, сложно мне было очень сделать, значит, в нужном месте поставить, крестики, мне проще разговаривать с врачом и ему объяснить. Вот. Врач сделал назначение, я сейчас еду за этим аппаратом. Аппарат я заберу, покажу, как он запакован, потом дома, сегодня вечером, когда буду разбирать, прикреплять, я покажу, какой, что это вообще за аппарат. Может быть, вам тоже кому-то такой аппарат врач назначал? Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы вообще с ним спали ночь. Это вообще возможно? Я не знаю, без какого-то там назначения. Ну, я не знаю, пироик, смиттель или шлафмиттель. Я не знаю, просто мне кажется, очень сложно с этим аппаратом спать, потому что он мешает. И вот я теперь не помню, мне кажется, давление он тоже меряет, вроде бы, если я не ошибаюсь. Мне тоже как-то врач приписывал, который давление меряет, и потом вот эти вот кардиограмму. С кардиограммой тоже я ночь спала с этими всякими присусками. Это все, ну, как говорится, это все непросто, потому что, ну, это все мешает. Это так непривычно, и, в общем, короче, я еду за этим аппаратом. Дома все потом покажу, когда буду прикреплять. Вот такое у нас сегодня небо красивое. В Германии небо такое красивое бывает нечасто. Поэтому, когда небо ясное, просто хочется жить, творить, что-то делать, желание появляется. Да, погода и человек, они всегда взаимосвязаны. Ну, в общем, как-то так. Так что, когда я заберу этот аппарат, я потом подключусь. Сейчас мне нужно концентрироваться, чтобы не уехать туда, куда не надо. Так, 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 куда же это съезд? Нет, наверное, все-таки следующий мне надо брать. Я надеюсь, я не уеду куда-нибудь, куда мне не надо съезжать. Так как время меня уже немножко подталкивает. Остается до 11 часов всего лишь 6 минут. Как бы я всегда на первом съезжаю в Аусфарте. Поэтому надо сейчас смотреть, чтобы въехать туда, куда надо. А то я не успею. Ну, все тогда. Я концентрируюсь на дорогу и потом подключусь. Здесь находится много врачей. Это не реклама, это просто чисто я показываю. Мне нужно вот сюда. Третий этаж. Иду. Алло. Так, что? 50 центов. Ну, сколько я здесь простояла? Полчаса, наверное, простояла, я думаю. Все, зеленый цвет. Здесь можно ехать только налево. Едем налево. Ну, и погодка у нас сегодня. На улице 15 градусов только тепла. Дожди. Вчера был дождь. Сегодня идет дождь. На улице сейчас стало пасмурно. Если я сюда ехала, погода была более-менее. Сухо было. Точки было, видать, красивые. Небо было голубое. Сейчас небо все затянуло. Сейчас небо вот такое вот некрасивое стало. Небо стало пасмурное. Все затянутое. Вот это и есть тот самый чемоданчик, который я сегодня забрала. Я должна его сегодня подсоединить и с ним спать. Это будет непросто, так как у меня уже один раз был такой чемоданчик, с которым, с этой аппаратурой, с которой я должна была спать. Так, значит, вот так вот все выглядит. Вот это вот, значит, здесь такие, которые вставляются в нос. Значит, потом идут на уши, это идет на живот, это идет в области груди. В общем, сейчас подсоединю и покажу, как это будет выглядеть. В общем, показываю эту всю аппаратуру. Надеюсь, что у меня получится. Так. Так, думаю, для начала подсоединить самый такой серьезный. Это вот этот вот ножевод. Так, подсоединять мне его сказали. Так. Так, это подсоединяется в нашу лодку. Для этого подсоединяем. Да, вот это вот как-то. Так, вот это вот будет сюда. Охо-хо-хо-хо. Так, вот так вот. Это будет подсоединяется вот сюда. Это одевается сюда. Так. Это одевается вот так. Так. Это застегается вот так. Он у меня уже будет через 15 минут начинать работать. Потому что мне нужно заранее уже все приготовить. Другой вот этот вот, он должен быть, где пуп, по левую или по правую сторону от пупа. Вот так вот. Как я понимаю, тоже швами, значит, швами в камне. Так. Вот так вот он должен надеваться. Другой вот этот кабель, я думаю, может быть, его сюда закрыть, чтобы его не оторвать случайно. Вот так вот. Вот так вот. Теперь, значит... Так. Где пуп? На левую или на правую сторону. Теперь она мне сказала, значит, вот эти три пальца на этой руке и на этой руке нужно надеть вот этот вот пульс. Ну, я думаю, скорее всего, лучше вот на этот палец, чтобы он не выглядывал. Вот так вот его оставить. И его можно будет зафиксировать вот этим вот бантом. Вот здесь вот на руке, чтобы он не отлетел. Когда я буду спать. Если, конечно, вообще сегодня спать, еще буду с этим аппаратом. Так. Немножко можно послабже. Вот так вот. Немножко, наверное, надо немножко. Вот так. Так. Теперь осталась вот эта маска. Вот эта маска. Так. Ее и одеваете должно через нос. Так вот через уши. И здесь потянуть. Да, конечно, спать придется так. Но это не комфортно. Совсем не комфортно. Как он может так спать? Как он может так спать? Так не говоря, можно спать. В общем, вот так. Вот в таком состоянии я должна сегодня спать. Вот так вот. Не знаю, как у меня это получится, но я буду стараться. Так вот это все выглядит. Вот так вот это все выглядит. У меня остается 5-10-15 минут времени. Я уже приготовилась ко сну, почистила зубки, умылась, приготовилась. Все. Иду ложиться. Завтра утром в 9 часов. Мне нужно уже этот аппарат отдать. У меня запись к врачу, который мне расскажет результат, что запишется за ночь. Может быть, не всем, конечно, это понравится, такое видео. Но никуда не денешься. В жизни у нас такая штука. Не всегда все позитивное бывает. Немножко что-то негативное. Все. Я иду на покой. Спокойной ночи. Так, пальчик уже начал светиться. Я лежу сейчас в кровати. Здесь очень сложно показать. Я включила только маленький свет. Другой свет выключенный. Сейчас с секунды на секунду включится вот этот аппарат. Пульс будет мерить. Наступил другой день. И я везу заветный чемоданчик обратно отдать. И они снимут показания. И потом у меня будет разговор с врачом. Сегодня была, ну, не могу сказать, невыносимая ночь. Ну, довольно-таки неспокойная ночь. С этим аппаратом спокойно спать просто невозможно. Потому что, ну, потому что все мешало. На теле, может быть, не так эти ремни мешали. Ну, вот эти вот трубочки в носу. Непросто, конечно, было. Я пробуждалась несколько раз. За ночь даже не знаю, вообще спала я сегодня или нет. Ну, сейчас приеду, поговорю с врачом. После того, когда они снимут показания с этого аппарата, они мне скажут, что вообще к чему. Ну, я не знаю. Мне кажется, вообще с этим аппаратом невозможно спать. Напишите в комментариях. Я уже говорила вчера, что, может быть, кому-то уже тоже приписывали спать с этим аппаратом. Ну, очень тяжело. И я просто хочу сказать, я знаю, что вот люди, которым плохо дышать, им вот эта трубочка у нас устоит. Вот, ой, я не знаю, как с ним можно вообще спать, как с ним можно вообще находиться, потому что это прям вообще сильно мешает. И вообще трубочка сама по себе, она такая какая-то немягенькая, она грубоватая такая. И, в общем, как-то так. Так что сегодня вот я не знаю, на что я буду после такой бессонной ночи способна, что я вообще смогу за день сегодня сделать. Так, ну, все. Я отключаюсь, смотрю на часы, уже надо газ давать, найти сейчас место для парковки. Это такая серьезная тема. Там у них как бы проблема с парковочными местами, ну, с бесплатными. С платными-то, конечно, проблемы нет, а вот с бесплатными есть проблема, поэтому все, я заезжаю в город и отключаюсь. Когда выйду от врача, потом расскажу. Так, ну, все. Я уже еду домой. Возвращаюсь уже домой. Все прошло удачно. Врач сказал, жить буду. Поэтому все хорошо. Есть небольшие помехи. Но, как бы, ничего страшного абсолютно нет. Я не знаю, даже когда-нибудь захочу или я, вернее, я даже не знаю, соглашусь ли я еще когда-нибудь на этот эксперимент спать с этими всеми прибамбасами. Или как там сказать? Спать с этими всеми, ну, как ремнями там, я не знаю, трубками. Ну, очень сложно. Я такая вообще уставшая, не выспавшаяся. Хотя планы на день сегодня еще у меня есть. То есть планы на день я всяко-разные еще построила. И я хочу их осуществить. Так что, не знаю, может быть, немножко прилягу на полчаса хотя бы, чтобы прийти в себя. Так что посмотрим. Может быть, сегодня что-то еще смогу поснимать. Все, еду дальше. Все, еду дальше.